Сервис Interactive позволяет делать тесты, викторины, рейтинг-баттлы и другие типы интерактивности, полный список которых можно посмотреть вот в этой вкладке. Сегодня я покажу, как работать с тестом «Проверь себя». Это самый простой вариант с выбором одного или нескольких вариантов ответа. Но сначала нужно зарегистрироваться в Interactive и откроется ваша панель управления. Здесь показаны материалы, которые вы уже сделали и опубликовали. Можно добавить людей в команду, чтобы работать над Interactive самостоятельно. И в правом верхнем углу есть кнопка «Создать». Я могу выбрать готовый шаблон или начать работу с нуля. Вот так выглядит окно редактора. Сюда можно добавлять любой контент. Как видите, сразу сверху добавлен текст, его можно изменить, либо справа найти значок мусорного бака и удалить ненужный вам кусочек. Давайте добавим сразу готовый шаблон теста. Для этого нажмем на кнопку «Все блоки» и из списка слева найдем подходящий нам тип теста. Как видите, здесь есть несколько уже оформленных шаблонов и есть несколько пустых, которые называются «Начните с нуля». Я выберу вот этот вариант с картинкой. Из чего состоит каждый тест. Каждый тест занимает отдельную страничку. И для того, чтобы его изменить, вот так просто вы сделать ничего не сможете, нужно в левом верхнем углу нажать кнопку «Редактировать». И только в этом окне вы сможете добавлять вопросы, изменять изображение и настраивать логику поведения теста. Давайте сначала напишем название. В этом тесте будет один правильный вариант ответа. Я изменю изображение на обложке. Могу загрузить с компьютера или могу выбрать из библиотеки «Ансплэш», которая подключена к сервису Интеректе. И сразу заменю текст на кнопки, чтобы весь тест был на русском языке. Справа показан примерный вид того, как это будет отображаться. Дальше следующая вкладка ведет на вопросы. Я напишу вопрос «Кто должен проверять материал перед публикацией?» И запишу четыре варианта ответа. Можно писать их текстами, а можно использовать вот этот переключатель и сделать ответы как картинки. То есть у них будет какой-то интересный фон. Итак, редактор, фактчекер, продюсер, добавляя новый ответ, поскольку в стандартном варианте только два. И еще один ответ – журналист. Я могу отметить один вариант ответа и снять галочку с остальных. И тогда, когда участник кликнет на правильный второй вариант ответа, зеленая галочка отметится, что он выбрал правильно. И здесь я напишу комментарий, который появится при выборе правильного ответа. Действительно, фактчекеры должны верифицировать всю информацию. Итак, я добавила варианты ответа, настроила правильный и сделала комментарий, который появится после выбора варианта ответа. Следующая вкладка – это результаты. Добавляя вот такие вот элементы, я могу увеличивать, либо уменьшать количество правильных результатов. То есть сейчас, как видите, ноль правильных ответов будет один текст. В случае правильного ответа появится другой текст. Если бы у меня было больше вариантов ответа, я могла бы добавить большее количество результатов. Вплоть до соответствия количеству правильных ответов. Если бы у меня было три теста, три правильных варианта ответа, Значит, результатов у меня здесь могло бы быть три. Теперь, когда все готово, я нажимаю кнопку «Сохранить», можно включить предпросмотр. И обратите внимание, что показано, как тест будет выглядеть для компьютера. Также можно переключить вид для мобильного телефона и посмотреть, как оно будет выглядеть на узком экране. Я кликаю на вариант ответа, и, как видите, сразу ответила неправильно. Появляется финальная заставка. После того, как я нажимаю кнопку «Опубликовать», мне выдается несколько ссылок. Первая ссылка сверху – это прямая ссылка, на которую можно будет кликнуть. И вот здесь, в окне, вы увидите просто чисто, без лишних кнопок, сам весь тест. Вторая ссылка находится вот здесь, ниже слева. Это код для того, чтобы встроить тест на сайт. И справа есть еще QR-код. Можно кликнуть и скачать картинку для того, чтобы можно было быстро перейти на тест с мобильного телефона. После того, как вы опубликовали свой интерактив, его можно отредактировать. Давайте посмотрим, что произойдет. Если я в этом же тесте укажу правильный не один вариант ответа, а несколько, за проверку материала будет отвечать редактор, факт-чекинг и сам журналист. Я сохраняю и заново публикую вариант. И вот это вот особенность как раз этого сервиса. Видите, ссылка при обновлении проекта не меняется. Особенность этого сервиса, что даже если у вас указано несколько правильных вариантов ответа, кликнуть вы можете только на один. И остальные варианты сразу вам подсветятся. Сделать полноценный тест с выбором множества вариантов ответа, к сожалению, сервис Интеракте не дает.